Здравствуйте, в центре внимания, в эфире в студии Евгения Монакова. Сегодня мы будем общаться с первым секретарем Амурского обкома КПРФ Романом Кобызовым. Говорить будем о законодательных инициативах и не только. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, здравствуйте, Женя, здравствуйте, уважаемые амурчане. Ну что ж, в прошлый раз мы общались перед сессией законодательного собрания, она проходила в необычном формате, она была дистанционной. Вот какие впечатления, потому что сейчас уже все прошло, все инициативы, я так понимаю, приняты, которые должны были быть приняты. Вот как это выглядело, в общем? Ну, к сожалению, я поправлю вас, Женя, она не была дистанционной, она была заочной. И мы, КПРФ, категорически против такой формы проведения сессий в законодательном собрании. Собрание, оно на то и слово, что собрание, что нужно собираться, обсуждать, смотреть, заслушивать тех представителей, которые приходят со своими законопроектами, инициативами, которые приходят для того, чтобы депутаты посмотрели и проголосовали, достоин ли данный гражданин, претендующий на должность, например, судьин, на должность аудитора контрольно-счетной палаты и так далее. Но, к сожалению, апрельская сессия и через несколько дней майская сессия законодательного собрания по инициативе «Единой России» фракции большинства будет проходить в заочном формате. И проходило, и будет проходить в заочном формате. Что такое заочный формат? Это значит, выдается каждому депутату листочек с повесткой, и там две колонки «за», «против», и, по-моему, даже воздержался, есть колонка. И депутат заполняет и отдает, естественно, в аппарат законодательного собрания, который считает, как распределились голоса по тем или иным вопросам. Мы категорически против такой формы, потому что негатив сплошной в этом мероприятии. Поэтому мы требуем, чтобы были сессии нормальные. Это, я думаю, очевидная вещь. Ну что ж, все-таки пройдемся по инициативам. Это действительно самый важный момент в этой ситуации, потому что сейчас всем непросто в это время. Мы говорили уже о инициативах, которые партия вносила. Давайте теперь пройдем по тому, что все-таки удалось. Но мы, недавно вся страна праздновала 75-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне. Поэтому, если можно, вот остановлюсь на инициативах, которые близки к этой знаменательной дате. Мы внесли корректировку в закон Амурской области, который носит название «О памятных датах Амурской области». Этот закон действует уже около 10 лет, и в нем собраны те даты, исторические, знаменательные, которые запечатлены в истории Амурской области. История Амурской области не такая богатая, не такая великая, исходя из просто продолжительности. Чуть более полутора веков мы здесь с вами живем на Дальнем Востоке, и поэтому таких героических событий не так уж и много. То есть, летопись невозможно многотомную какую-то по истории Амурской области составить. Но есть яркая дата. Я почему сказал про Великую Отечественную войну? Потому что у нас есть яркая победа в 45-м году, это победа советского народа над Японией. И, конечно, мы, дальневосточники, те сентябрьские события 45-го года воспринимаем как наш дальневосточный день победы. Так вот, много лет в законе о памятных датах Амурской области стояло это событие, победа над Японией, дата 2-е сентября. Почему это было сделано? Почему 2-е сентября? Во-первых, мы с этим были не согласны. Почему не согласны? Потому что, начиная с 45-го года, была традиция празднования победы над Японией именно 3-го сентября. Эта дата выгравирована на оборотной стороне медали за победу над Японией, на лицевой стороне, которой изображал верховный главнокомандующий Сталин. И уже начиная с 45-го года указом президиума Верховного Совета СССР, именно 3-е сентября стало вот этим днем победы над Японией, днем всенародного торжества. Но, вот в те 90-е, в 2000-е годы, когда, вы знаете, была такая антисоветская истерия, некоторые, ну не совсем, может быть, патриотические люди изменили. Назвали, что победа над Японией 2-го сентября. Так же, как и хотели, вы помните, уважаемые телезрители, назвать, что 9-е мая не надо праздновать, надо праздновать 8-е число, 8-е мая, когда был подписан акт капитуляции Германии. Так же, как и вот 2-го числа на крейсере Миссури был подписан акт капитуляции Японии. Что, мол, давайте вернемся вот к этим датам. Мы были категорически против и, наконец-то, вот сейчас вот нас услышали, мы считаем, что, конечно, это небольшой по объему правовому законопроект, но очень важный с патриотической, с исторической точки зрения, с воспитательной точки зрения. Потому что именно на Дальнем Востоке, именно у нас в Амурской области начиналась манчжурская операция по форсированию Амура. Именно у нас на Дальнем Востоке стояла вот дальневосточная армия, дальневосточные фронты были развернуты. И, конечно, тысячи наших ветеранов и ныне живущих, и это очень хорошо, что ныне живущие помнят амурчане это событие. Поэтому мы скорректировали данным законопроектом, на заседании комитета это прошло, и мы надеемся, что на вот этой вот сессии тоже пройдет, на этой заучной сессии. И данный законопроект, он позволил еще выйти и в другую плоскость. Вот я отметил, что это плоскость историческая, плоскость воспитательная, патриотическая. Но данный законопроект, скорректировав дату на 3 сентября, день памяти амурчан погибших в 45-м году при защите Отечества, он помог выйти и на социальный закон. В частности, у нас есть закон такой о социальной поддержке отдельных категорий граждан. И в нем есть такая категория, как дети войны. Именно по инициативе нашей фракции, фракции КПРФ в Законодательном собрании Мурской области, еще в декабре 2012 года мы этот законопроект инициировали, провели. И он принят и действует с 2013 года, с 2013 года. Но действовал, что детьми войны являются те, кто родился с 27 года по 9 мая 45 года. В прошлом году удалось этот период продлить до 2 сентября, а благодаря тому закону, о котором я сейчас выше рассказал, этот период мы продляем до 3 сентября. Казалось бы, может быть, кто-то скажет, что ну что такое один день? Он ни на что не повлияет, но за этим днем стоят наши с вами, уважаемые друзья, земляки. И мы по запросу официальных органов, в частности, которые знают все о наших земляках, выяснили, что таких 12 человек у нас в Мурской области. И теперь они могут претендовать на ежемесячную денежную выплату, на другие льготы. Это очень важный социальный аспект, поэтому мы гордимся, что смогли восстановить и историческую справедливость, и еще и дать возможность социальной поддержке категории граждан, дети войны продлили ее. Поэтому есть чем отчитаться за вот этот небольшой период, связанный с маем, с Великой Победой. Но все-таки, я так понимаю, основное, чем сейчас заняты все умы депутатов, это, конечно же, меры, которые помогут нам всем продержаться в этот непростой период пандемии. Вот что касается таких мер, какие предложения в настоящий момент вы формируете? Да, спасибо. Мы активно взаимодействуем, конечно, с исполнительной властью, предлагаем различные законопроекты, предлагаем различные предложения, которые в силах исполнительная власть не в рамках законопроекта, а в рамках своих прямых мер, полномочий решить. В частности, мы обращались с большим пакетом экономических мер, экономических предложений. Это и по сокращению налогов, и по прямой помощи как предпринимателям, так и всем тем, кто потерял работу, кто напрямую пострадал от коронавируса. Как многие наши телезрители знают, частично и правительство Российской Федерации, и правительство Амурской области пошло на эти меры. Но, в частности, мы считаем, что недостаточно. Недостаточно, в частности, по такой сфере, и мы сейчас ее активно продвигаем и обсуждаем, как снижение налога на имущество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Потому что, конечно, те налоги, которые у нас есть по кадастровой стоимости, они и так очень серьезно бьют по малому-среднему бизнесу, да даже и по крупному бизнесу. Поэтому мы настаиваем, что эту работу нужно продолжать, нужно снижать. А что касается нефискальных вопросов, то уделю внимание на то, что мы направили на имя губернатора, на именно правительство Амурской области, предложение по поводу образования. Конечно, вот это дистанционное образование много выявило проблем. Проблем, что и нет интернета у нас в школах, что многие школы не могут это дистанционное образование развернуть. Поэтому мы еще в конце апреля, в начале мая предложили не только свернуть учебный год, потому что тяжело его проводить, но и ряд мер, таких в частности, что нужно тем многодетным, имеющим статус малообеспеченных семей, которые имеют компенсацию питания, им эту компенсацию, когда они в школу не ходили, вернуть прямой выплатой. И к радостью отмечаем, что правительство прислушивалось, губернатор прислушался, это было сделано. Они получат те многодетные малообеспеченные семьи, которые рассчитывают на это, получат тысячу рублей в месяц на ребенка в качестве компенсации. Но есть еще ряд аспектов, которые мы озвучиваем. В частности, мы с вами говорим про медика, что медики, и это широко обсуждается, они очень в напряженной ситуации работают. Наши учителя с нашими детьми не меньше такой вот напряженной ситуации по этой дистанционной программе работают. Поэтому мы просим, чтобы правительство нашло ресурсы и стимулирующие выплаты преподавателям школ, преподавателям СПО, назначило, нашло в бюджете Амурской области. Нам кажется, что это будет справедливо, потому что нагрузка росла многократно. Роман, ну, к сожалению, у нас времени немного, поэтому я предлагаю еще в любом случае через месяц встретиться, обсудить, возможно, какие инициативы уже будут приняты. Поэтому вам удачи на очередной сессии. Спасибо, всего доброго, здоровья. А я напоминаю, что сегодня мы общались по видеосвязи с Романом Кобызовым, первым секретарем Амурского обкома КПРФ. Вы смотрели в центре внимания. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова